Вот мы немножко поговорили с вами, начали о паранойи Путина, да, все эти его, то, что он не выходит из бункера и все остальное, но это, когда ты понимаешь, что ты имеешь дело с сумасшедшим, это же есть параллельно с этим понимание, что это чрезвычайно опасно, потому что когда человек, сумасшедшие, как правило, не думают объемно там о будущем, о последствиях и так далее, они думают только о своей паранойи, о том, что вот они поставили задачу, любой ценой она должна быть выполнена. Как, с вашей точки зрения, далеко он готов зайти? Потому что мы видим, что сдерживающих факторов нет. Вот, например, церковь, да, стала триггером, а не сдерживающим фактором. Я имею в виду русско-православная церковь. Когда на ракетах пишут «Христос воскрес», то, в принципе, дверь в эту церковь уже закрывать нужно. Ну, это ворки, Наташа. Это ворки, это вопрос воспитания и восприятия. Здесь не идет речь о ценностях, которые кто-то будет воспринимать. Итак, может ли Путин нажать красную кнопку? Так вопрос у вас звучит. Ну, красную кнопку, еще что-то сделать такое, что химическое оружие, это что тоже совсем плохо. Ну, вот есть версия о том, что он хочет применить химическое оружие в том же Мариуполе, но на защитников. Но, смотрите, уровень резонанса применения такого оружия даст еще худший эффект для товарища Путина. Вот сейчас, например, есть странно-нейтральная Индия, полуторамиллиардная страна с населением, которая не поддерживает Путина, но и активно не выступает против. Есть Китай, который вроде как тоже и с мировым сообществом за мир и дружбу между народами, но в то же время тоже не сильно, знаете, так. Вот. Как только Путин применит оружие массового поражения, те страны, даже которые пытаются на грани удержать такой баланс, это не смогут сделать. Потому что так или иначе они вынуждены будут перейти по другую сторону. Путин лишится последней поддержки. Во-вторых, должна быть обычная логика. Применить ядерный заряд по... Ну, почему? Ну, и по Кременчугскому заводу нефтеперерабатывающими, ну, смысл какой-то. Ты можешь там действовать обычной артиллерии или пушками. На линии фронта, там, где происходит столкновение армий, применить почти нереально, потому что ты не будешь понимать различия, кто от этого пострадает больше. Ну, да. Большой мегаполис, ну, разве что ты конченый вообще уже, то есть ты... Уничтожаешь территорию и не хочешь больше с ней никогда иметь дело, да. На востоке страны непонятно, потому что непонятно, куда будет идти роза ветров и не пострадают для твоей же территории. То есть таких ограничений так много, что считаю, что применение ядерного заряда, это скорее, знаете, необходимый атрибут дубинки, но никак не атрибут для реализации. Добавим к этому теперь заявление наших стран-партнеров, в том числе британцев, о возможном превентивном ударе, и это все меняет. И напоминаю вам, что достаточно ясно прозвучало, что не есть секрет для западных служб, где находится Путин, да, в каком именно бункере. И не надо думать, что не существует методов, в случае, когда ограничения все сняты, а применение ядерного оружия это снятие ограничений, и целевого удара по тому месту, где находится лично Путин. И таких вот, можно называть там 20-30 таких пунктов, да, это все дает определенную совокупность все-таки некоторого сдерживающего фактора. Некоторого сдерживающего фактора. Я уже молчу про вот эти все внутренние грязные игры под ковром, которые всегда бывают в тоталитарном государстве. Это они пусть там сами разберутся, это нам будет бонус, если там такое брать. Ну да, там они как пауки в банке, и нужно только подождать, когда этот конфликт станет еще ярче, начнет разгар. Говорят, что с жириком, знаешь, все все понимали, что с жириком что-то случилось, но официально тело вынесли через два месяца. Вот мы то же самое сейчас будем смотреть, что там, что-то случилось, что идет, да. Но пока еще голограмму его показывают. А что дальше будет, мы реально не знаем. И это будет для нас будущий бонус. Ну а пока мы будем надеяться не на них, а на наши вооруженные силы и на весь наш народ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok